Я задам вам вопрос. Уважаемые друзья, если у вас была бы сейчас возможность поторговать, что бы вы сделали с евро-долгом, если... 20 человек здесь присутствуют? Если 18 человек сказали бы, что я буду продавать, я бы тут же залогинился, даже не закончил свое выступление, и купил бы пару евро-долг. Потому что против толпы. Потому что против толпы. Это то, о чем я вам говорил. И толпа, это не тысяча трейдеров, это не 10 тысяч трейдеров. Толпу делают 10 человек. Ничего не меняется. И если это к вопросу, может быть, сопутствующему, а если вы считаете голову, вы считаете только в рамках своих компаний, так это же несколько тысяч трейдеров, и что они могут вам сказать? Вы понимаете, что многое могут вам сказать даже 20 человек, которые присутствуют здесь. А те несколько тысяч трейдеров, которых мы набрали за 8 лет нашей службы, такое слово используют, они реально показывают, как сейчас действует большинство. Ну, или, по крайней мере, готовят нас к тому, что может произойти с рынком дальше. И надеюсь, что вы будете готовы к этому тоже. Потому что, повторяюсь, прибыльные сделки ваши, это ваше хорошее настроение, конечно, хорошее. Но это еще и хорошее настроение у нас. Потому что, в конечном счете, позволит нам в ближайшее время все-таки сделать инфоповод, что мы на олимпе, на верхушке по проценту успешных трейдеров. Вопросы есть еще? А какие вы еще индикаторами пользуетесь? Настроение, еще может что-то нам подскажете? Если вы оцениваете ситуацию, в целом, не нужно копаться в один домочек. Есть позиционер, да. Вот, к примеру, по евро-доллару. Ну, как хочется фундамент у нас? Кто разбирается, кто знает. Он указывает на то, что лучше продавать актив или покупать? Покупают. Я говорю, как по вашему показанию. Покупать против тренда. Я сейчас говорю про фундамент. Это новости и прочее. То, что происходит с Евразовым... Сегодня новости хорошие вышли по Европе. Оппозиционные. А по Мерси тоже не очень вышли. Значит, если сегодня по фундаменту, по сегодняшнему, то покупать. Нет, не краткосрок. Про краткосрок я даже не говорю. А что вообще ожидать от евро-доллара в перспективе? Да что такое? Опять дуич-марка истинная. То, что вообще доллара не будет, будет Амера. Нет, евро будет, да. А Амера будет новая. Ну, в целом, вы выказали сейчас мнение о том, что плохо. Правильно. Ну, давай мы говорим, что используют продажи. Что говорит техника. Что говорит техника. То использует технический декабрь. Технике вообще верить нельзя. Вот я вам скажу, вот 18 марта было заседание ЕЦБ, когда опять скакануло все вверх. Да, сейчас скакаю. РСЯ хоть 20 на 80, хоть 30 на 70 показывал перекупленность огромную. А все равно как наверх все шурануло. Да. Поэтому этим индикаторам вообще я с тех пор не верю. Все верно. Как им верю? Перекупленность должна идти вниз, а оно еще, насколько пошло вверх. Ну, вот смотри, три фигуры. Что у нас получается? У нас получается, что индикаторы, которые себя уже не оправдали, с точки зрения хороших сигналов, ну, они несостоятельны. Может быть, допускаю, что рынок Форекс, который когда-то в пенюре у платформы МТ-4, те индикаторы, которые есть по умолчанию, он формировался в совершенно другой экономической системе. Ну, может быть, раньше было все иначе. Раньше можно было проще прогнозировать, трактовать. Но текущие индикаторы, особенно когда ставят индикатор, используют настройки по умолчанию. И на этих индикаторах далеко не уедешь. Нужно по меньшей мере копаться самому в настройках, ну, и они тоже будут влажать в целом. Поэтому у нас есть по фундаменту понимание, по технике уже нет доверия. То есть у нас хватает еще одного, ну, как минимум одного стимула и фактора. Смотрим на рыночное позиционирование. Вот, уверяю вас, через какое-то время, будем надеяться, через самое ближайшее время, под самым ближайшим временем, максимум два месяца, максимум два месяца, может быть, даже полтора месяца, у вас будет сразу, помимо Каймана, совокупная позиция и индикатор код. Вот, как только сложите психологию с тем, что у вас будет в понимании о перспективах валютных пар, вот тогда вы сможете понять плюсов, либо минусов больше. И на основании этого принимать решение. Но всех я вас призываю к тому, что не стоит искать грааль, который позволит вам зарабатывать внутри дня. Если кто-то вам скажет, что такое грааль есть, это сказки. Да, пусть вам покажут систему. И эта система позволит вам провести пять прибыльных сделок, десять прибыльных сделок. Но она лажанет на одиннадцатую, на двенадцатую, на тринадцатую сделку этот человек пропадет. Потому что вы его не сможете найти и не сможете получить объяснение, почему так происходит. Поэтому у вас уже есть достаточная информация. Пожалуйста, немножко подождите. Мы свои обязательства выполнили, Денис, по индикатору. Безусловно. Ты уже обещал? Обещал, да. И я понимаю, что немножко там не хватает процента успешных трейдеров. Но индикатор-код нам в этом поможет. А можно неудобный вопрос? Да, хоть и удобный. Вот вы говорите, что стремитесь к тому, чтобы ваши трейдеры, то есть мы успешно работали. А вы тогда за счет чего зарабатываете? Какая-то классическая схема спреда. Я думаю, что у вас они великоваты, по ночам особенно. А сроки ваши тоже великоваты. Может быть, но еще раз отмечаю тот факт, что у вас есть возможность выбирать среди нескольких типов счетов. Некоторые типы счетов, как есть, предоставляют вам мизерные спреды. Мизерные. В общем, это не значит то, что мы оставили вас без альтернативы. Вы можете торговать с хорошим партнерским вознаграждением. У вас может быть советник и робот, который рассчитан на фиксированный спред. И этот советник не допускает такого понятия, как расширение спреда. То есть, по евро-доллару сейчас один пункт нормально, а выходит ставка четыре пункта. Это также норма. Знаю, что многие советники тут же начинают конфликтовать с этим. И много вопросов сыпется, в том числе и к нам. И мы всегда предлагаем альтернативы. Выбирайте, ради бога. Если вас волнуют спреды, выбирайте там, где они мизерные. Это тип счета ЕС. Ну, я думаю, что те, кто работает в нашей компании, имеют персональных менеджеров. Это блестящая квалификация и компетенция каждого из них. Мы следим за этим. И на любые вопросы касательно наиболее выгодных условий вам всегда смогут ответить. Поверьте, можем пойти даже на совсем уж индивидуальный подход. Скажите, а на каком тайм-целе? Вот в данном случае я это не знаю. Ну, нет, не на данном, а вообще, на каком вы уже? Вот мой личный субъективный совет. Особый акцент в каймане делайте на евро-доллар, на дневке и на уровне 30-70. Вашу аналитику смотрим. Благодарю вас. Каждый день обязательно помогаем. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Друзья, ну ну тогда на такой хорошей ноте я предлагаю закрепить все кофейком и чаем. Кто еще этого не сделал? Давайте тогда и куларно побеседуем. Я отвечу на все вопросы, которые, может быть, вы постеснялись задать, но которые хотите задать все. Я где-то лежу, да? Тогда милости просим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...